Сотни спортсменов со всей страны, действующие и будущие чемпионы мира. Почетный гость – всемирно известная фигуристка Ирина Роднина. Она представляет федеральный проект «Детский спорт». Благодаря ему за три года обновили 3500 спортзалов, возродили соревнования на уровне двора. Но главная его цель – приобщить ребят к физкультуре с раннего возраста. Не ради наград и достижений, а для укрепления здоровья. Для детей очень важен личный пример, считает великая спортсменка. Всегда для детей очень важен кумир. Есть на кого равняться. И побывать на занятиях, на открытых уроках, которые проводятся – это тоже дополнительный стимул. Но если он смог, может быть и я смогу. На Всероссийском форуме «Надежда нации» прозвучали такие проекты, как «Герои с нашего двора» и «Ярзарядка», созвучная с городом Ярославль. Это такая утренняя гимнастика, только городского уровня. В Самаре тоже может появиться нечто подобное – «Самарзарядка». Школьный спорт – это прежде всего массовый спорт. А когда уже кто-то начинает показывать результаты, это уже дальше надо, конечно, уходить в специализированные учебные заведения. А в школе мы должны создать современные достойные условия для развития детей. Важную роль в жизни школьника играют не только родители, но и тренер. Он вдохновляет, помогает улучшить результаты. Это такой спортивный папа, который переживает, как за собственного ребенка. Чтобы занятия физкультурой приносили удовольствие, нужен азарт. Уверен тренер Андрей Сербин. Направленность, конечно, в основном футбол, но не забываем баскетбол, волейбол. Веселые старты, как правило, детям маленького возраста они больше нравятся. Потому что азарты. Некоторые соревнования проводим семейные. Ну, скажем так, в рамках «Мама, папа, я – здоровая семья». Лучших тренеров и их воспитанников наградили дипломами. В будущем планируется, чтобы в каждой школе был свой спортивный клуб. Со своим именем, эмблемой и девизом. А может, даже гербом. Даниил Лучко, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин